МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 июля 1990 года вертолет гражданской авиации Ми-8 вылетел из аэропорта Мячково, чтобы измерить радиационный фон на участке Икши Солнечногорска. В районе города Матище внезапно отказали оба двигателя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ В результате вынужденной посадки никто не пострадал. Вот что рассказывает о происшествии экипаж вертолета. Когда вышли на центр города Матищи, высота у нас была порядка 150 метров, услышали падение оборотов с моментальным последующим докладом бортмеханика об отказе двигателей. Я сразу же переспросил обоих. Бортмеханика сказал, да, обоих. Слева от себя увидели небольшой стадион, футбольное поле. Штурман сказал, давай туда, говорит, влево. Вот порядка градусов под 80, развернулись влево, шаг газ сразу вниз, бросили. Вот обороты начали восстанавливаться, машина почувствовалась очень вверткой, очень хорошей ощущением, ну, как с рабочими двигателями, прелесть просто была. Пошли на этот стадион, скорость была большая, порядка 210 километров. Поняли, что на стадион не влезаем. Отвернули от девятиэтажки, пошли по кратчайшему расстоянию, на обочину шоссе. Подрыв я делал перед деревьями, в районе ворот, была высота примерно 30 метров. И первое касание у нас было с подворотом влево вертолета, в трех метрах от шоссе. 35 метров проехали по земле, где и остановились, где сейчас стоит второй пилот у меня. Мы вышли из района, вот где эти большие деревья. Я отчетливо видел эту дорогу, видел автомобиль, идущий по ней. И вот с таким курсом мы и вышли на эту площадку, где я сейчас стою. Первое касание произошло как раз вот в этом месте, хвостовым винтом. Ну, а дальше вертолет еще по инерции, в возвешенном состоянии, еще, может быть, метров 15 прошел вперед. Вот, а затем метров через 15 коснулись основные колеса, стойки подломились. Дальше фюзеляж, передняя стойка, и у самого забора вертолет остановился. Мы сбросили блистера, покинули вертолет, отошли лопасти еще, вращались. Ну, уже на выбеге центробежная сила уменьшилась, и вес увеличился. Лопасти еще зацепили, ну, весь забор выломали его, все пять лопастей. Одновременный отказ двух двигателей редкой, но возможный случай аварийной ситуации для экипажа. Успешный переход от моторного полета к полету на режиме самовращения в большой степени зависит от быстроты реакции пилота, а также от его теоретической и практической подготовленности. Одной из наиболее простых и наглядных теорий, объясняющих работу несущего винта, является теория элемента лопасти. На любом режиме полета элемент лопасти работает, в принципе, одинаково. На него набегает поток воздуха под углом атаки, вследствие чего возникает результирующая аэродинамическая сила, которая отклонена назад относительно перпендикуляра к вектору скорости потока на угол, называемой углом качества. Величина и направление результирующей аэродинамической силы элемента зависят от формы профиля, состояния его поверхности, угла атаки, скорости потока и плотности воздуха. Для решения частных задач эту силу раскладывают на компоненты, например, силу сопротивления вращению и силу тяги. На моторных режимах полета все элементы создают тягу и момент сопротивления вращению несущего винта. Двигатели через главный редуктор прикладывают к несущему винту крутящий момент, преодолевая момент сопротивления лопастей. При этом со стороны главного редуктора на вертолет действует реактивный момент, разворачивающий его влево. На режиме авторотации несущий винт вращается в том же направлении, что и на моторных режимах. Однако крутящего момента двигателей нет. Несущий винт должен вращать себя сам с помощью своих собственных аэродинамических сил, возникающих под действием набегающего на него потока воздуха. При вертикальном снижении на авторотации поток воздуха набегает на элемент спереди за счет вращения несущего винта и снизу за счет снижения вертолета. При этом у значительной части элементов результирующая аэродинамическая сила элемента получается наклоненной вперед относительно оси вращения. То есть появляется компонент, ускоряющий вращение винта. Все элементы вместе создают крутящий момент. Сопротивление вращению в этом случае создается за счет трения в трансмиссии, сопротивления рулевого винта и других агрегатов, которые приводятся во вращение от главного редуктора. Наклон результирующей силы элемента относительно оси вращения несущего винта зависит от угла установки и угла атаки элемента. При постоянной скорости потока и постоянном угле атаки чем меньше угол установки, тем сильнее наклонена вперед результирующая сила элемента. Таким образом, для перехода на режим авторотации, то есть для сохранения оборотов несущего винта после отказа двигателей, пилот должен немедленно сбросить общий шаг до минимального и в дальнейшем поддерживать заданные обороты с помощью рычага шаг-газ. Чем меньше общий шаг, тем больше оборота несущего винта. При постоянной скорости потока и постоянном угле установки чем больше угол атаки элемента, тем сильнее наклонена вперед результирующая сила. То есть в поступательном полете взятие ручки управления на себя при постоянном общем шаге способствует раскрутке несущего винта. Расскажите, пожалуйста, признаки отказа двух двигателей в полете. При отказе двух двигателей падают обороты несущего винта, изменяется работа двигателя на шум. И разбалансировка вертолета, то есть кренение, разворот его вправо, депликирование и сапорозвольное снижение. Почему происходит разбалансировка вертолета? Почему происходит рывок вправо? Потому что как падают обороты, падает мощность, и его сразу так вправо разворачивает. Потому что реактивный момент изменяется. После отказа двух двигателей вертолет резко разворачивается и кренится вправо, опускает нос. Изменяется звук двигателей, быстро падают обороты несущего винта, обороты турбокомпрессора и температура газов обоих двигателей. Вертолет снижается. Скажите, пожалуйста, какие действия пилота при отказе двух двигателей? При отказе двух двигателей необходимо уменьшить саг на 1-2 градуса, ручку управления на себя, для того, чтобы сохранить обороты несущего винта, ну, дать команду бортмеханику, выключить двигатели, стоп-кранами, пожарными кранами, генераторы, отказавших двигателей. Балансировать вертолет, установить скорость 120 км в час, это скорость, чтобы на меньшую вертикальную скорость взяла. Правильно он включает? Скорость 120 км в час. А действия в отношении шага, правильно? Да минимально. Да минимально будет. Правильно. Нужно восстановить обороты. Для перевода несущего винта на режим авторотации пилот должен немедленно уменьшить общий шаг для минимального и затем в процессе снижения рычагом шаг-газ удерживать рекомендуемые обороты несущего винта. Одновременно отклонением ручки управления на себя и влево, и левой педали сбалансировать вертолет. При снижении на режиме авторотации движущей силой является составляющая силы тяжести, направленная вдоль траектории. Несущий винт и планер оказывают сопротивление движению. Потребная для работы несущего и влевого винтов других агрегатов вертолета мощность подводится от потока воздуха, набегающего на вертолет благодаря его снижению. Чем больше дефицит мощности по сравнению с потребной для горизонтального полета, тем быстрее снижается вертолет. Вертикальная скорость минимальна на наивыгоднейшей скорости снижения, которая близка к экономической скорости горизонтального полета. Минимальный угол наклона траектории, то есть максимальная дальность планирования, получается на скорости значительно больше, чем экономическая. Практически при планировании, чем меньше скорость, тем меньше дальность. Пилот пользуется этим, уточняя расчет на посадку. При безветре дальность планирования определяется как произведение аэродинамического качества вертолета на высоту, с которой выполняется планирование. Расскажите, какие вы знаете характерные точки при выполнении посадки на второтации, на Глиссаде? Ну, на Глиссаде, значит, скорость, мы устанавливаем 80-90, зависимый свет ветра или 90-100, на высоте 110-120 метров. На высоте 50-30-50 метров мы устанавливаем, делаем, крен увеличиваем на 10 градусов, увеличиваем тангаж на 10 градусов, увеличиваем тангаж на 10 градусов. На высоте 15-20 метров мы делаем подсечку. На высоте 4... Что такое подсечка? Ну, подсечка, то есть мы делаем небольшой... берем шаг газ, энергичный увеличивающий шаг газа. На 4-5 градусов. На 4-5 градусов. За одну секунду. За 0,5-1 секунду, значит. На высоте 4-6 метров создаем посадочное положение вертолету и выполняем посадку... Мы максимально берем шаг газ до выполнения посадки, касания земли. На режиме авторотации вертолет снижается с большой вертикальной скоростью. Для безопасного приземления ее надо погасить. Посадочный маневр начинается с энергичного гашения поступательной скорости увеличением угла тангажа. При этом гасится вертикальная скорость и увеличиваются обороты винта. Окончательное гашение вертикальной скорости перед приземлением производится путем энергичного увеличения общего шага вплоть до максимального с размер на приближение Земли. Это действие пилота называется подрывом общего шага. Эффективность подрыва определяется отношением кинетической энергии вращения несущего винта к кинетической энергией снижения вертолета. Из формулы видно, что чем больше оборота несущего винта перед подрывом, тем больше эффективность подрыва. Практически безопасность приземления зависит в первую очередь от правильного выбора высоты начала подрыва. Эту высоту можно приблизительно определить по формуле. При этом коэффициент 1 и 5 относятся к приземлению с поступательной скоростью, а коэффициент 2 к приземлению по вертикали. Для правильного выбора высоты начала подрыва рекомендуется сначала выполнить так называемую подсечку, то есть энергичное увеличение общего шага на 3-6 градусов за 0,5 одну секунду. Подсечка дает возможность пилоту почувствовать эффективность подрыва. Теория предусматривает саму посадку на подобранную с воздухоплощадку, а в практике ее еще надо подобрать, ее еще надо выбрать. Было, конечно, очень трудно подбирать черте города площадку. Собственно, с третьего раза, после третьего маневра только пошли на шоссе. Когда уже поняли, что нормально влезаем в эти условия. Ну, так что различия между практикой и теорией есть. Ну, а когда руки сами делают, то, что еще голова, может быть, еще и не осмыслила подсознание, это большое дело уже. Что нужно сделать для выработки у пилота уверенного навыка посадки в режиме самовращения? Разговор об этом идет в научно-методическом центре Кременчугского летного училища. По программе подготовки летного состава В-87 по задаче 5 предусматривается выполнение 6 полетов 36 минут на режиме авторотации. Как вот Вы считаете, достаточно ли этого объема тренировки для выработки уверенного навыка пилота, для выполнения посадки с двумя выключенными двигателями на случай отказа их в воздухе? Олег Васильевич, я считаю, что это мало, потому что это только на вводе в строй тренировка. Это тренировка 6 полетов 36 минут, именно когда производится ввод в строй пилота. А в дальнейшем это может быть человек ввелся в строй, лет 10 летает, вот и по нашим параметрам, вот только КОЗП, мы даем один полет с этой посадкой. Мало, очень мало. Анатолий Иванович, вот Вы летаете. Я считаю, что мало. Почему? Человеку приспособиться, пристреляться, определить высоту до земли эти 10 метров, взять их шага. Это очень нужно много тренировки. Ощутить землю, как говорят, всем носить и телом своим, и прочее взять, и увидеть ее, когда взять шаг. Начало взять его. Для этого нужно время. Ни один заход, ни пять, ни шесть. Мало. Нет, сейчас не стоит разговор о том, чтобы дать летчику тренировку в таком объеме, чтобы он выполнял бы сам посадки на режиме самовращения. Не делать ему инструкторский допуск выполнять их по лету. А идет разговор определить такой объем, чтобы летчик понял, как выполнять посадку на режиме самовращения. И этот навык, вот это понятие, сохранить его на всю летную деятельность. И стоит вопрос, какой объем тренировки надо определить, программы ежегодной тренировки, для того, чтобы этот навык сохранялся устойчивым. Я думаю, не покажусь слишком дерзким, если сделаю заявление от имени всех пилотов, допустим, вертолетчиков, то, что любой летчик, любой экипаж хочет жить. И поэтому мы просим при вводе в строй человека в командиры, второго пилота в командиры, обязательно дать одну-две посадки на полной авторотации с выключенными двигателями. Во-первых, хотя бы из этого первая посадка, чтобы убрать психологический стресс, психологический страх. И вторая, конечно, посадка для того, чтобы уже осознать все это, во всяком случае, почувствовать глиссаду, куда вертолет падает, с какой скоростью падает. Так начинается дорога в небо для многих будущих пилотов. С мото-дельтапланов, легкомоторных самолетов. Но на вертолете выполнить посадку при отказе двигателей значительно сложнее, чем на сверхлегком летательном аппарате. Для того, чтобы в совершенстве обладеть такой сложной машиной, как вертолет, необходимо кропотливая работа, теоретическое изучение его аэродинамических особенностей, постоянные тренировки для приобретения навыков уверенного пилотирования. Отточенные, доведенные до автоматизма действия, в том числе в нештатных экстремальных ситуациях, таких как посадка в режиме самовращения. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ